Приветствую вас дорогие друзья, гости моего канала цветочный сад у Аленушки. Тема сегодняшнего видео пойдет о моих любимцах, это конечно же клематисы. Клематисов на моем участке очень много, они продолжают цвести. И сегодня вашему вниманию те сорта, которые украшают мой участок на конец июля. Регион Курская область, перед вами клематис Пурпуре Плен Элеганс, великолепный сорт, выведен во Франции в 1899 году. Цветки махровые, распускающиеся постепенно, диаметр цветка небольшой 6-9 см. Настоящий цвет очень сложно описать, скорее всего он красноватый, пурпурный с фиолетовым оттенком. Оттенок может меняться в зависимости от состава почвы и условий освещенности. Клематис 3 группы обрезки, это уникальный сорт, цветки не крупные, но зато их очень много. На каждом побеге может образовываться до 150 цветков. Высокий, дает размер до 3,5 метров. Рекомендую всем новичкам, это один из моих любимцев. И самое главное, очень легкий в обрезке. Ну а следующий клематис, сама нежность и очарование. Сорт Амашера. Этот сорт уделен самыми красивыми, нежными, уникальными соцветиями. Его лепестки могут иметь нежно-розовый цвет, который постепенно, ближе к краю, меняет оттенок на бледно-сиреневый. Этот сорт начал набирать популярность еще в 1569 году. В Россию цветок пришел в конце 19 века. Очень красивая культура, способная многие десятилетия украшать своим присутствием дачный участок или двор частного домовладения. Придать ему уникальный эстетичный вид. Сорт любит интенсивное освещение. Его можно высаживать на солнечные места. Этот сорт можно формировать как и второй, так и третья группа обрезки. Цветы крупные, могут достигать до 20 сантиметров. А высоту это растение может достигать 2-3 метра. Еще один клейматис, который зацвел у меня только на второй год, называется сорт Polish Spirit. Очень легкие выращивания, потому что тоже группа обрезки третья. Высота этого растения может достигать 4 метра. Крупноцветковый, бархатистый сорт. Очень большую набирает и массу, и высоту побегов. Нужна хорошая высокая опора, либо арка. Клематис Polish Spirit, результат польской селекции, был выведен в 1984 году. Отличается быстрыми темпами роста. За 2-3 года жизни куст разрастается в диаметре до метра. Каждый цветок достигает диаметра 10 сантиметров и насчитывает от 4 до 6 лепестков. Окрас лепестков насыщенно фиолетовый с пурпурным отливом. Цветение обильное. Наконец-то дождалась цветения клематиса Red Star. В этом году этот клематис очень сильно у меня перебаливал. Обрабатывала его. Очень красивый сорт японской селекции с красными махровыми. Очень эффектными цветками. Сорт теплолюбивый. Группа обрезки этого клематиса 2. То есть он может свести на побегах прошлого года и на побегах текущего года. Цветение с конца мая до июня и повторно с середины июля и до самой глубокой осени. Вот такой красивый сорт. Увидела в этом году цветение клематиса, который сажала на свой участок еще в позапрошлом году. Называется сорт Lucky Char. Этот сорт получил серебряную награду на выставке Plantarium в 2015 году благодаря очень красивому и необычному сочетанию цветов. Это достаточно мощная лиана. Цепляется за опоры листовыми черешками цветки среднего размера, белые с фиолетовым окаймлением. Чешелистиков 6, широкие, эллиптические, перекрывают друг друга, тычинки желтые. Очень обильно цветущий сорт. За сезон дает 2 цветения. Сорт зимостойк, неприхотлив, устойчив к болезням. Высоту достигает 2,5-3 метра. Группа обрезки сильная. Третья. Это говорит о том, что он цветет на побегах текущего года. Продолжает цвести махровый клематис мультиблю. Махровыми цветами он цветет на побегах прошлого года. А на побегах текущего года он цветет уже цветами не махровыми. Очень красивый сорт. В этом году он у меня приболел. Началось с этого сорта увядание листьев. Несколько раз обрабатывала, снимала вам видео. Некоторые побеги пришлось обрезать, удалить. Но все же этот сорт я спасла. Теперь украшает в этом году вот такими необычно красивыми сине-фиолетовыми цветами. Серединка как ежик махровая, игольчатая. Привлекает этот сорт обильностью цветения, ярким цветом, крупным размером цветка и необычным внешним видом. Я думаю, этот сорт любимец многих цветоводов-садоводов. Вторая группа обрезки. Восоту этот сорт достигает около двух метров. А цветки в диаметре до 18 сантиметров. На одном месте может расти 15-20 лет. Продолжает радовать клематис Innocent Blush. Гибридный клематис. Выведен польским селекционером. Отличается необычным строением и окраской бутонов. Этот клематис второй группы обрезки. Цветет он на побегах прошлого года и на побегах текущего года. На побегах прошлогодних ветках распускаются махровые бутоны. А с июля по сентябрь на молодом приросте развиваются уже простые цветки. Лиана вытягивается до двух метров. Соцветия крупные достигают 18 сантиметров в диаметре. Лепестки расположены в несколько рядов. Краевые крупные, а ближе к центру мелкие. Очень интересная окраска у этого сорта, потому что при распуске у него есть и розовый оттенок. Возле сердцевины кремовый. На молодых лепестках присутствует салатовая прожилка посередине. А вот так издалека смотрится, как будто это чисто белый сорт. Четыре года этому клематису у меня на участке. Знакомьтесь, еще один сорт клематиса – сизая птица. Очень красивый рост и полукустарник с мощными побегами, высотой около двух метров. Цветки фиолетово-синие, открытые. Лепестки узкие, закрученные, с темно-фиолетовой полоской посередине. Похожие на размашистые птичьи крылья. Поэтому и называется такой сорт сизая птица. Сорт очень выглядит эффектно и оригинально. При хорошем уходе этот клематис может достигать даже и трех метров в высоту. Хорош тем, что третья группа обрезки цветет на побегах текущего года. Клематис весь сезон цветет Этуаль Виолет. И ничуть не ухудшается его декоративность. Очень красивый сорт, обильно цветущий. Его можно формировать как вторая группа обрезки, так и третья. Относится к группе в виде целых, характеризуется выносливостью, декоративностью и разнообразием вариантов для ландшафтного декорирования. Очень прекрасный сорт, который был представлен садоводом. Еще в 1885 году во Франции. В высоту этот сорт может достигать 4 метров. Цветки раскрыты пурпурно-фиолетовые с темной полосой. В конце лепестков слегка отогнуты. Диаметр цветка до 15 сантиметров. Цветет очень продолжительно с июнем и по сентябрь месяц. Хорош тем, что весь летний сезон мы любуемся красотой этого сорта клематиса. Продолжает свести также клематис краковяк. Очень быстро растущий сорт. Без сюрпризов, надежный, обильно цветущий. Относится к клематисам третьей группы обрезки. Среднего, позднего срока цветения. Зацветает не самое первое. Долго очень раскачивается, но потом мы увидим весь усыпанный цветами. Хочу посадить его в другое место, потому что изначально, когда он был молодой, он хорошо смотрелся на этой опоре. Но с возрастом он нарастил вот такую массу, стал густым, тяжелым, поэтому опора нужна ему посерьезнее. Хочу переместить в другое место этот сорт. Цветки не крупные, около 6 сантиметров розовые, с красно-розовой полоской каждого лепестка. Лиана достигает высотой до 3 метров. Третья группа обрезки. Ну а закончить сегодняшнее видео я хочу вот этим прекрасным сортом, увы, которого название я не знаю. Третий год он у меня на участке, я только зацвел в этом году. Дал хороший рост, около 3 метров. Цветки не сказать, что они сильно крупные, среднего размера, белые, с яркой полосой посерединке каждого лепестка. Считаю, что это третья группа обрезки, потому что цветение на побегах текущего года. Прошлогодние побеги не дали новых приростов, поэтому это третья группа обрезки. Хорошая высота побегов и красивые, светлые цветы. Я думаю, когда он будет свисти обильно, будет смотреться нежным и очаровательным сортом. Вот и все, друзья. Подскажите, пожалуйста, что за сорт. Буду вам очень признательна. Всем пока-пока.